Всем привет! Сегодня будем солить на зиму зелёные помидоры в банке по очень простому, быстрому и вкусному рецепту. Приготовленные таким способом помидорчики получаются на вкус, как из бочки. Для приготовления нам понадобятся зелёные помидоры, укроп с зонтиком, несколько листиков смородины, несколько листиков вишни, сахар, соль, горчичный порошок, чеснок, чёрный перец горошком и холодная питьевая вода. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом готовим рассол. Берём 1 литр холодной питьевой воды, на 1 литр добавляем столовую ложку соли, столовую ложку сахара, и чайную ложечку порошка горчицы. Затем всё хорошо размешиваем, чтобы все кристаллики растворились. Ну вот уже всё растворилось, такой вот рассол получился, отставляем его пока в сторону. Теперь берём банку. У меня обычная 2-х литровая банка её просто помыла, не стерилизовала, ничего. И укладываем на дно веточку укропа. Вот так я его просто ломаю. Туда же бросаю несколько листиков смородины, несколько листиков вишни, высыпаю перчик горошком, а затем добавляю чеснок. Каждую дольку перерезаю пополам. Вот так режу на 2 части, чтобы больше отдал аромат свой. И закладываю. Чесночок весь кладём в самый низ банки. Дальше наполняем банку помидорами. Берём помидорчики, вот здесь вот у основания отделан роз, прокалываем его вилочкой. Вот так он лучше просолится. Вот такую же процедуру повторяем со всеми помидорками. Вот так баночку можно встряхнуть, чтобы помидорчики плотнее уложились туда. В процессе наполнения также добавляем ещё веточку укропа. Укропчик для помидоров очень хорошо. Так что не жалейте. Чем больше, тем лучше. Также отправляем по несколько листиков смородины, вишни. И продолжаем закладывать помидоры. Ну вот баночка у меня уже практически полная. Для красоты я взяла такой немножко уже созревший помидорчик. Покладу, чтобы поярче было. Сверху теперь покладём оставшийся укроп. А также все листики смородины, вишни. Теперь ещё раз размешиваем наш рассол. И заливаем помидорчики. Вот как раз на двухлитровую банку понадобился литр рассола. Закрываем банку обычной капроновой крышкой. Вот такая красота у нас получилась. И ставим баночку в какую-нибудь миску. Потому что в процессе брожения может выделяться рассол. Банку с помидорами сразу ставим в холодное место. В холодильник или же в погреб, если есть. И следим за тем, чтобы по мере вытекания рассола всё время помидоры находились в жидкости. Возможно понадобится развести ещё немножко рассола. И доливать постоянно. Вот и всё. Квашеные зелёные помидоры на зиму готовы. Приятного аппетита! И пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok